Всем привет! В этом видео хочу рассказать о том, что нужно сделать с рассадой томатов, которые 18 дней от проведения посева. Мы сначала осмотрим растения, потом поговорим о подкормке и об условиях содержания, которые позволяют вырастить качественную рассаду. Ну что, давайте осматривать. В комнате всю свою рассаду мы выращиваем на стеллаже, однако через 20-30 дней мы планируем перейти в рассадник, в малообореваемую поликарбонатную теплицу и там продолжим выращивание. Смотрите, рассада томатов у нас расположена на самой нижней полке, потому что здесь пониженная температура. Если посмотрим на градусник, температура колеблется от 19 до 20 градусов, не выше. Кроме того, у нас здесь оборудовано освещение. Я уже рассказывал, как мы подсвечиваем. По ссылке вверху можете посмотреть более подробно за это. И вот как выглядит 18-дневная рассада. От посева до сегодняшнего дня прошло 18 дней. И уже у нас эта рассада в рассадных стаканах, но так было не всегда, потому что еще в первой половине дня рассада находилась в кассете и выглядела вот так. Мы сеяли именно в кассету. И смотрите, что происходит с растениями. Через 18 дней растения уже сомкнулись листьями, что существенно усиливает конкуренцию между ними за свет. Это заставляет их усиленно вытягиваться к источнику света. Но кроме того, с увеличением настоящих листьев, с уплотнением посадки по мере подрастания соседних растений, между растениями ухудшается вентиляция, что может привести к повышению влажности. И в свою очередь при повышенной влажности растения хуже дышат и могут появиться на них заболевания. Очень важный момент не только свет, температура, но и дыхание растений. То есть газовоздушный обмен. Поэтому, если мы с вами не рассадим, не раздвинем растения, то они могут задохнуться. Процессы дыхания на них будут ухудшаться. И срочно нужно предпринимать меры. Рассаживание проводили в рассадный стакан 210 мл объемом. Для пересаживания использовали качественный грунт Классман, который имеет повышенные свойства по водоудержанию, воздухопроницаемости и структурированности. И высаживали таким образом, чтобы заглубить слегка потянутое растение практически до семядольных листочков. Заглубляя растение, мы, во-первых, позволяем ему нарастить дополнительный корень на заглубленной части стебля. А во-вторых, мы таким образом убираем эффект вытягивания, который на них образовался. Субтитры создавал DimaTorzok После того, как провели пересадку, обязательно проводим вторую подкормку. Первую подкормку мы проводили дней 7 назад, но вторая не отличается практически ничем от первой, только нормой. Использовать будем удобрение Мастер с формулой 13 азота 40 фосфора 13 калия. Именно повышенный фосфор сейчас нужен растениям, молодой рассаде томатов. И также в нее будем добавлять укоренитель Ferti Root. Это укоренитель, который стимулирует развитие корневой системы. Именно в комплексе они дают хороший результат. Смотрите, удобрение даем 2 грамма на 1 литр, а Ferti Root даем 2,5 миллилитра на 1 литр. И получаем 1 литр раствора, которого нам вполне хватит на проведение полива такого количества растений. Поливаем растения умеренно, чтобы из дренажных отверстий не выливалась вода. При условии, что у вас будет качественный влагоемкий грунт, вода будет в нем удерживаться и длительное время обеспечивать растения влагой. Почему необходимо провести именно такую подкормку? Потому что сейчас в молодом возрасте для растений необходим фосфор. Именно он влияет и на развитие корневой систем, и на закладывание, зачатка первой кисти. И потом фосфор, полученный растением сейчас в молодом возрасте, будет влиять на цветение растений, на плодообразование и на нарастание плодов. Хотя вот по всем исследованиям, азота растениям нужно намного больше, калия томатам тоже нужно намного больше, но фосфор играет, ну если не основную роль, несмотря на то, что его меньше растениям нужно, но очень важную роль играет эта энергия, с помощью которой растение будет развиваться. Поэтому, друзья, в молодом возрасте рассада томатов очень хорошо усваивает фосфор. Если сейчас ей фосфора не хватит, а мы, пытаясь восполнить его нехватку, в будущем начнем усиленно проводить фосфорные подкормки, так вот я вам скажу, что растение более эффективно усваивает фосфорные удобрения, подкормки в молодом возрасте, чем во взрослом. И во взрослом ситуацию уже не исправим. Поэтому вот такие удобрения, с примерно такой формулой, я уверен, что это не только у мастера есть такие формулы, у некоторых других просто поищите, чтобы фосфора было в несколько раз больше, чем азота и калия. Проводились исследования еще буквально 5 секунд. 1 грамм азота, 1 грамм калия и 7 грамм фосфора на килограмм грунта и в нем выращивали. Это опыты проводились еще в 50-х годах прошлого века, но они актуальны до сих пор. Так вот, друзья, на 13 дней раньше рассада, выращиваемая именно в таком составе грунта, с такими удобрениями, зацвела раньше на 13 дней, чем рассада, которая выращивалась без повышенной составляющей фосфора. Это говорит очень о многом, поэтому фосфор, еще раз фосфор. Проводим сейчас рассаживание, раздвигание и проводим вот такую вот необходимую подкормку, фосфорно-укореняющую, потому что укоренитель тоже очень нужен на развитие корневой системы. Именно наращивание корневой системы в молодом возрасте дает в последующем тоже позитивные результаты на общей урожайности растений. На этом закончу. Спасибо всем за внимание, всем хорошей рассады, здоровья, мирного неба над головой. До свидания.